Увидеть под одной крышей автомобили, на которых последние сто лет ездили лидеры России, от Николая II до Владимира Путина, можно с сегодняшнего дня в Москве. Причем, современный президентский кортеж публике представлен впервые. Машины, которые могут сказать о своих хозяевах чуть ли не больше, чем факты из официальной биографии, одним из первых внимательно рассмотрел Максим Прихода. Эти машины и снаружи-то видели не многие, а внутри и того единицы. Свою коллекцию сегодня демонстрирует самый закрытый автопарк страны. История этих машин это не больше не меньше история всей России. Вот на этой машине, например, ездил Николай II, а вот на той сначала Николай II, а потом Ленин, а вот на этой уже только Ленин. Бьюики, Покарды, Роллс-Ройсы, Мерседесы, советские руководители всегда выбирали лучшее из того, что предлагал мировой автофром. И каждый вождь, генсек или президент старался максимально усовершенствовать свое средство передвижения. Вот она, одна из самых таинственных машин 20 века, личный автомобиль товарища Сталина. Здесь, кажется, даже остался еще запах знаменитой трубки. Сам муж народов был большим аскетом и ездил обычно на этом откидном стуле. А вот безопасность уделял повышенное внимание. Только посмотрите, какой толщины эти стенки и стекла. На этой машине впервые в истории применена технология капсульного бронирования. Фактически это БТР в гражданском облике. Но бронированные машины использовали далеко не всегда. Хрущев и Брежнев личной безопасностью часто пренебрегали. И, как выяснилось напрасно, в 1969 году дорогого Леонида Ильича едва не застрелили из обычного пистолета Макарова. Спасло то, что стрелок не знал, в какой именно машине находится генсек. Брежнев вообще доставлял много хлопот своему окружению. Его запросы были самыми неординарными. Все помнят Леонида Ильича нашего Брежнева, который был большим охотником. Это стандартная «Волга», под которую фактически закатили мосты от ГА-69. У Леонида Ильича она всегда стояла на дачах, то есть там, где он был в данный момент. И вот, выезжая на охоту, он пользовался этим автомобилем. К теме бронеавтомобилей вернулись уже при Андропове. Вот один из первых образцов успешно прошедших испытания. Машину расстреливали из пулеметов и снайперской винтовки. Сегодня президентский кортеж способен отразить нападение хоть целого взвода. С которой позволяется ввести огонь вплоть до ручного пулемета, другого вооружения, чтобы прикрыть и вывести из-под угрозы первое лицо, которое скортирует все. Вообще, все, что касается безопасности президента, всегда окутано тайной. И кортеж в полном боевом порядке публики показывают впервые. Но даже сейчас за ограждение не заходить, внутрь не заглядывать, лишних вопросов не задавать. Мне сложно сказать, потому что это уже вопросы внутренней службы, что у них есть. Но, наверное, историй о Джеймсе Бонде, наверное, здесь такого нет, когда отстреливаются ракеты или что-то происходит. Это, конечно. Сотрудники гаража особого назначения не делятся деталями своей работы. Но можно быть уверенным, мастерство вождения и техническое устройство автомобилей здесь на высшем уровне. Ведь они хорошо помнят, какую цену заплатило человечество за ошибки водителей и охранников австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда и американского президента Джона Кеннеди. Максим Приход, Алексей Егоров, Никита Дмитров и Ксения Жеребцова. РЕН-ТВ